С наступающим Новым Годом всех любителей ПВЗ Дичи и не только! У нас сегодня 31 декабря и уже вечером многие из вас приступят к уничтожению растений в салате Оливье. Но сегодня не только Новый Год, сегодня также и первый день рождения канала ПВЗ Дичь. Да, я залил первое видео ровно год назад, и за этот год наше с вами сообщество выросло до 80 тысяч. За что каждому подписчику я выражаю личную благодарность. 12 тысячам я выражаю ее вдвойне, ведь именно столько подписалось еще и в телеграм-канал. Как по мне, это отличные результаты за год работы. Но нам с вами есть еще к чему стремиться, несмотря на то, что за окном творится форменная дичь уже который год. Но я дал себе слово, что этот канал будет освобожден от всех невзгод, и здесь мы погружаемся в дичь, связанную только с ПВЗ. Надеюсь, что я хотя бы чуть-чуть помогаю вам отвлечься от проблем и поднимаю настроение. И также надеюсь, что это буду делать еще долго. Ну а вы можете мне с этим помочь. От вас требуется постоянно смотреть мои видео, писать комментарии, ну и лайки ставить тем, кому не жалко. Конечно же, можете и подписаться на все мои ресурсы, начиная от телеграм-канала, в котором я гораздо чаще общаюсь в комментариях, чем на ютубе. Ну и недавно созданный бусте может кому пригодиться. Там всего за 100 рублей в месяц я публикую минимум проверку одного мифа каждый день. В скором времени, может быть, расширю там контент. В общем, всех с наступающим Новым Годом! Канал с днем рождения, а у нас второй полуфинал в чемпионате, который выпал на такой торжественный день. Хотелось бы, чтобы команды нас сегодня не подвели и устроили фейерверк в битве на праздник. Начинаем! Сражение команды Теневой Горохопульты против Электроблоккали. В честь Нового Года у нас сегодня зимняя лужайка, но зомби все те же, что в прошлом полуфинале. Пятерка самых прочных базовых вертвиков, среди которых новенький щелкунчик. Однако в команде Теневой Горохопульты орехов нет, поэтому щелкунчик превращается в самого обычного, но крепкого зомби. Напоминаю, что растения все третьего уровня. В первом полуфинале я был удовлетворен результатом, поэтому и во втором повысил. В финале будет еще повышение до шестого уровня. Ну а что касаемо данного раунда, то пока все идет без каких-либо эксцессов. Зомбарей исправно встанет и расстреливает. Первый мертвяк уже готов, скоро ромашки запустят вторую тучу. И я думаю, у зомби здесь не будет шансов на прорыв. Теневой Горохострел на третьем уровне несет уже настоящую угрозу для всех зомби в очереди, поэтому даже последние мертвяки подходят уже изрядно потрепанными. Хотя все, мертвая банда смогла вплотную подобраться к растениям и даже укусить кто-то из зомби смог, но на этом все их успехи закончились. Все три растения остались на лужайке, а это значит 3 балла в копилку. Начинает сражение и вторая команда. Здесь за атаку будет отвечать Электроголубика. Блокаль же выполняет роль главного защитника, ну а Кактус? Кактус будет помогать с более хрупкими зомби. В первом испытании все мертвяки слишком прочны для иголок Кактуса, поэтому скорее всего придется ждать 5 тучек голубики. Хотя я все-таки надеюсь на то, что Блокали и Кактус совместно прикончат хотя бы одного мертвяка. Кстати, щелкунчик не может расколоть творки Блокали, в принципе это и логично. Все-таки это не орех со скорлупой, а брокколи с мягкими ветвями. Хотя до зомби они становятся непроходимой баррикадой. Голубика в этот момент времени не теряет и исправно уничтожает зомбарей одного за другим. А вот мои надежды на тандем Блокали и Кактуса в плане убийства хотя бы одного мертвяка, кажется были напрасны. Ну да ладно, зато Блокали точно не пропустит здесь врага столько времени, сколько понадобится голубики. Так что с небольшой задержкой, но все-таки эти растения тоже без особых проблем справляются. Пока поровну. Роботизированный раунд. Протектор, меха, футболист и робо-гаргантюа. Вся эта группа может нести опасность не только вблизи, но и за счет гарга есть опасность уничтожения и на расстоянии. Ведь механическая громадина может выпустить лазерные лучи из своих зенок, что собственно роботы делает. Благо имп-водитель невероятно косоглазый, поэтому луч пришелся даже не близко. К этому времени уже одну машину уничтожили, теперь важнее не подпустить спортивного робота. Хорошо, что стану у этой сборки хоть отбавляй. А робо-гарг в это время снова демонстрирует свои снайперские способности. И сразу же еще одна плохая новость для зомби. Меха-футболист последовал за протектором. Остался один робо-гарг. У растений же есть козырь в виде второй отравляющей тучки. Гарг трещит по швам, скорее всего после развеивания стана ему придется избавиться от импа. Одновременно с этим робот заряжает лазер в третий раз и снова он бороздит газон, а не растение. Это была его лебединая песня и на этом раунд завершен. Еще три очка в копилку. В принципе этот раунд может оказаться для второй команды даже проще первого. Главная угроза здесь именно лазерные глаза робо-гарга. Ну и меха-футболист тоже может создать проблемы, но ему еще нужно подойти. Робо-гарг в сражении с этой командой тоже похвастал своей меткостью в кавычках, а вот голубика без кавычек показала ему как нужно метиться. Тем временем меха-футболист все-таки достаточно приблизился и даже показалось, что он скоро реально может совершить толчок. Но Блокали прикончил протектора и вылетевшая тучка полетела в единственную оставшуюся цель. Счет остается ничейным. Раунд с разного рода зомби, которые быстро атакуют, а большинство из них может убить одним ударом. А парочка может сделать это еще и на расстоянии. Одним из таких является старикан с черепом. Но так как он очень непрочный, то его убили до выстрела. А вот сисадмин из TheCorp как раз свой ноутбук швырнул в растение и уничтожил первое. Разъяренный газетчик тоже хотел было внести свою лепту в уничтожение команды растений, но его пыл быстро остудили. Остался только задиран. Однако ему ковылять настолько далеко, что шансов у него практически никаких. Медленно, но верно его уничтожает тандем Горохострела и Ромашек. Какой бы прочный ни был этот юрский бугай, конец ему все равно придет. На этот раз два балла в копилку. Шанс для второй команды вырваться вперед. Однако для этого нужно прикончить старикашку с черепом до того, как он начнет палить. К сожалению, старикашка четвертый по счету, а иголки кактуса пронзает только трех зомби. Соответственно, нужно было, чтобы голубика выбрала целью именно носителя черепа. Выбор же пал на задиру и казалось, что Блокколи уже ничего не спасет. Ничего, кроме его собственного запаса ХП, которого хватило для того, чтобы выдержать один быстрый черепа. Что ж, теперь шансы на сохранение всех трех растений увеличились. Тем более, что старикашку добили к этому моменту. Да и газетчика тоже прикончили. Однако было бы гораздо выгоднее поджарить сис админов, потому что теперь у него появилась возможность бросить гаджет, и он выбрал целью кактус. Эта команда тоже потеряла одно растение, хотя и не то, которое я думал, что они потеряют. Команды идут нога в ногу. Битва с четырьмя импами. Три пешком, один наездник. Все они достаточно неприятные товарищи. Команда теневого горохострела очень быстро заставляет близнецов разъединиться. И это очень хорошо, потому что так у горохопульта будет больше времени на их уничтожение послангов. Но вот сейчас я больше опасаюсь угрозы по центру, где мини-гарк серьезно нацелен на растения. Хотя пара и мгновений позже его все-таки убили, но тут уже прискакал бык. Обратите все свое внимание именно на бычару. Он своим огромным телом заслоняет все стволы горохопульты, и все пять горошин попали именно в быка. А импы по флангам таким образом получили передышку. Возможно, именно этого-то выстрела и не хватило для их уничтожения. Вот так бык, можно сказать, своей грудью спас импов и лишил команду растений всех трех баллов. Для того, чтобы пройти этот раунд успешно, команде электроблокали необходимое везение. Нужно, чтобы голубика либо сразу прикончила близнецов разом, либо позже перебила их по одиночке. Сейчас стало ясно, что придется выбрать второй вариант, ибо близнецы рассредоточились. Но также стоит отметить, что первой же тучей именно одного из двойняшек и прибило. Зато по центру происходит настоящая осада блокали. Благо, это растение очень прочное. Важно было прикончить как можно раньше мини-гарга, чтобы он не поломал блокали битой. Это голубика сделала, но теперь нужно добить второго из двойняшек, а вот следующая тучка этого сделать уже не успела. Так что и эта команда тоже потеряла все три балла. Какое дружное и идентичное выступление от обеих команд. Видимо, на новый год они решили нам подарить упорное сражение. Интересно, огненный раунд эти команды тоже пройдут с одинаковыми успехами или кто-то выйдет в лидеры? Факир здесь по-прежнему один, а вот пара исследователей теперь стала ветеранами, первому из которых успели снести голову. Зато Факир в этот момент открыл огонь по горохопульте. Следом зомби теряет второго факелоносца и горохострел изо всех сил старается спасти ромашку. Но и ромашка тоже борется за свою жизнь. Вдвоем они добились победы над Факиром. Выйдет ли в лидеры теперь команда электроблокали? Пока непонятно. Одно я знаю точно, Блокали может выдержать как минимум одну огненную отрыжку Факира. Но знаете что, в этой команде некому быстро остановить факелоносцев. А так как они ветераны, то передвигаются они быстрее обычных. Именно факелоносец сжег Блокали, затем голубику, да и кактуса не пожалел. Лидером становится команда теневого горохострела. Раунд с питомцами разных мастей. Тут не только курицы, но и ласки. Горохострел своим выстрелом сразу заставляет выскочить и тех из других, с той лишь разницей, что курицы вообще не мешают. И сразу же мчат к косилкам. Собственно им и удается прорваться, ласки теперь уже не важны. У второй команды тоже немного шансов на победу в этом испытании. Блокали вероятно хлопнет пару-тройку куриц своим ударом с творог. Но больше никаких орудий у команды электроблокали нет. Тут прорыв тоже осуществили одни курицы. Счет остается неизменным. Следом блицкрик дуэта очень быстрых зомби. Олстар мчится на всех парах и уничтожает горохопульту. Закорб на стуле проезжает дальше и убивает ромашку. А вот теперь будет очень редкий случай. Оставшийся теневой горохострел ныряет под землю и оба зомби по очереди в него проваливаются. Таким образом ни растений, ни зомби на лужайке не остается, но косилки при этом не тронуты. Такая ситуация уже однажды случалась, было это в полуфинале третьего чемпионата. И тогда в римском раунде тоже не осталось ни растений, ни зомби. Но косилка стояла на месте. Тогда я дал 0,5 балла команде и сегодня я это повторю. Теперь это уже правило. Обсуждению оно не подлежит. И вот это реальный шанс для второй команды отыграться и даже выйти в лидеры. Блокали удалось вселить надежду своим товарищам, однако два удара он все-таки выдержать не смог. Тучка голубити прибила наиболее прочного мертяка и вероятно именно это обеспечит команде неполное поражение. Так как оставшийся зэкорб хоть убил голубику, но пережить массаж стоп колючками он не сможет. В полстар наверняка бы смог, а вот данный товарищ имеет слишком малый хп для этого. В общем эта команда не без труда, но один балл сохранила. Отрыв сократился лишь на полбала. Отбивающий зомби на очереди. Главная опасность для них это теневой горохострел. Но мне показалось, что шута например достает и горохопульта. По крайней мере он отбрасывает снаряды ромашек, а горошин я не увидел. В итоге его прибили и дальше уже дело техники. Второй шут лишь один раз завертел свой викор и тоже пал. Смотрим за второй командой. С одной стороны здесь есть кому атаковать зомбарей. Но учитывая, что зомби 6 штук, то голубике придется поднапрячься. Ибо кактус попадает в шута, а тот ловит иголки и отправляет их назад. Причем иголки наносят урон нескольким растениям разом. Так что нужно как можно быстрее прибить шута. Хорошо еще хоть копатель не может выкопать блокали, а то команда сейчас застала бы без защиты. Но и так пока что дела обстоят не лучшим образом. И все-таки первого шута голубика достала. Блокали нанес урон всей группе, а кактус доколол копателя и даму с зонтом. И вот далее случилась беда. Голубика уже было созрело и должна была добить последнего зомби. Но предательская игла оказалась последней для голубики. Оставшись без ее электроподдержки, блокали хоть и пытался помочь своему колючему другу, но все-таки кактус сам же выкопал себе яму и пал от своих же колючек. К чести защитника команды он довел дело до конца и сохранил хотя бы один балл. Получилось одно из самых интересных сражений, но нижняя команда отстала еще на 2 балла. Снова зомби нападают в шестерон. Только на этот раз они не отбивают снаряды, а станет растение. Однако против команды теневого горохострела у них есть уязвимость. Несмотря на то, что маги в самом конце горохострел их все равно достает. А будучи третьего уровня, он их довольно быстро прикончит. Поэтому все проклятия будут скоро сняты. А так как именно маги чаще всего являются самыми расторопными, то и стан на растениях именно от них. Короче в итоге маги мертвы, а все растения в строю. Легкие 3 очка. У команды электроблокали кактус тоже может пронзать несколько врагов. Но в отличии от теневого горохострела, его иголки не такие мощные и вязнут где-то в середине группы зомби. Так что магов тут будет не достать. Разве что тучей, если повезет. Но тут как раз не повезло. И туча убила одного окта. А тем временем овечье проклятия уже на двух растениях, спасать которые некому. Так что эта команда проиграла в данном раунде в пух и прах. Бедолагу кактуса в итоге вообще заморозили. Неужели у второй команды закончились силы? Еще один раунд в котором присутствует станущий зомби. Но в отличии от предыдущего, тут еще и коварные пираты со своими попугаями-ворюгами. В идеале в момент налета попугаев один бомбоксер должен был вывести из строя все растения. Ну а теневой горохострел и компания сами вывели из строя всех пернатых и бомбоксера заодно. А через пару секунд вообще выкосили все движущиеся на лужайке. Не хотелось бы, чтобы интрига умерла на середине сражения. Я хотел новогодний подарок от команд в виде упорнейшего сражения. И вроде бы начало было именно таким, а вот сейчас уже начинается избиение. Жаль, но несмотря на сопротивление блока лейкактуса, один попугай уцелел и унес первое растение. Бомбоксер все-таки сыграл свою роль и теперь не факт, что оставшиеся два растения еще смогут отбиться. Ведь оба музыканта живы и один попугай тоже в строю. Зомби продвигаются вперед, однако попугая все-таки удалось лопнуть. Его настигла игла кактуса прямо в шляпе. Теперь должно быть полегче, а тут еще и туча голубьдики прикончила оставшегося бомбоксера. Да и пираты не такие уж и прочные, их можно затыкать даже иглами кактуса. Все-таки два балла эта команда удержала, но отрыв при этом все равно вырос на один балл. Если сейчас команда теневого горохострела снова увеличит отрыв, то тогда интрига совсем погибнет. Но раунд с римской катапульты это непростое испытание и мы увидим уже стандартную потерю ближайшего растения. Хорошо, хоть зомби в вазе оказался не самым прочным, поэтому с ним станущий дуэт наверняка справится. Однако готовится лететь уже вторая ваза и вот в ней-то оказался более прочный зомби. С ним могут быть проблемы, тем более что теневой горохострел засиделся в своем укрытии, растрачивая драгоценные секунды. Зомби вплотную приблизился к ромашкам, а их товарищ предательски скрылся и оставил тех на верную смерть. Теперь он так и просидит в своем укрытии до момента, когда первый зомби не провалится в яму. Со следующим римлянином горохострел наверняка успеет разобраться до его подхода и нужно надеяться, что в последней вазе не будет какого-нибудь ведроголового. Все идет по вышеописанному сценарию, зомби на лужайке остался один, ждем последнюю вазу. Керамическая посудина летит и мы увидим, что зомби в ней не самый крепкий. Казалось бы, появилась надежда на один балл, но горохострел снова нырнул и в этот раз он уже не вынырнет. Все дело в том, что это будет уже второй зомби, которого он поглотит, а это предел. Так что горохострел исчезает и последний зомби беспрепятственно прорвется к косилкам. Отвратительное выступление именно от горохострела. Ну что ж, возможно мы сейчас будем свидетелями выброса белого флага и команды электроблокали. Однако блокали в который раз вселяет надежду в свою команду. Правда, четыре удара вазами вряд ли выдержит даже такое прочное растение. Но второй удар он стерпел и одновременно голубика ставит точку в этом испытании. Вот это да, неожиданно вместо белого флага нижняя команда даже отыгрывает целых три очка. Антимагический раунд. Правда, в сегодняшнем полуфинале нет магических растений, поэтому главная опасность в телепортации фокусника. Но и против этого приема у обеих команд есть кому обороняться, даже на самых крайних полосах. Иллюзионист успевает отправить медузу на край лужайки, а сам вместе с Хиллитом отправляется по реке Стикс в страну мертвых. Казалось бы, теперь горохопульте нужно просто убить медузу и дело с концом. Но сказать проще, чем сделать, и практика показала, что горохопульте даже третьего уровня не успевает решить такую задачу. Очень обидно, ведь для таких случаев это растение и нужно команде. А выходит, что оно просто провалило уже второй раунд с флангами, ведь близнецов она тоже не убила. У команды электроблокали растение, отвечающее за фланги, гораздо мощнее, ведь голубика отвечает еще и за основной урон в этой сборке. Ну да ладно, это не суть, а суть в том, что это громоподобное чудо выбрало целью самого ненужного зомбаря. А медуза в это время телепортировалась аж на третью слева клетку и не иллюзорно угрожает прорывом. Успеет ли голубика теперь, да и выберет ли она именно медузу жертвой? До прорыва остались считанные секунды. Чудом, просто чудом голубика исправил свою же оплошность. Но тут уже маг перебрался на фланг, однако ему еще идти и идти. И вот его-то голубика точно успеет грохнуть. Наверное те, кто болеет за эту команду, сейчас сидят с баночкой валидола в обнимку. Но для них этот раунд заканчивается благополучно. Еще пару раундов назад вопрос стоял об исчезновении интриги. А теперь смотрите, команда Блокали вернулась в борьбу. Нас ждут 4 огненных раунда до конца сражения. Для начала проверка тыла. Тут теневой грохострел сыграет огромнейшую роль прямо со старта. Сначала он убил всех старателей и не дал им перенестись в тыл. А теперь спрятался от прилетевших динозомби. Только чудом, ну или беспределом разрабов, эти два мертвяка избежали провала в бездну. Но что есть, то есть и они принялись уничтожать растения перед собой. Хорошковь в конце грохострел вернулся и расстрелял этих подлецов в спину. Тем самым сохранив 1 балл команде. Потеряв 2 растения, первая команда дает возможность соперникам выйти вперед. После 8 раунда я даже представить себе такую ситуацию не мог бы. Но это уже факт, а тем временем кактус косплея теневого грохострела и количеств пятки динозомби. Следом на массаж записываются старатели и вот их-то ножки оказались более нежными. Они погибли от иглоукалывания. Надо отметить, что голубика перед гибелью поджарила одного конуса. Это облегчает задачу кактуса. Теперь он точно должен успеть прикончить последнего зомбаря, которого задерживают блокали. Если бы не голубика, то была бы вероятность, что вдвоем динозомби съели бы оборонительное растение. А вот в одиночку зомбарь под постоянным обстрелом кактуса не справился. И что это значит? А это значит, что отрыв и вовсе стал минимальным из возможного. Невероятно, настоящий новогодний камбэк. И все это перед моим любимым вводным раундом. Я в предвкушении какой-нибудь дичи и зарубы. Зомби уже на месте, а грохострел по ним палит, что есть мочи. Рыбак подтаскивает обед для расхитителей и те от него, конечно же, не отказываются. Но и зомби тоже терпят потери. Сёрферы так и не добрались до суши. Да и расхитители начинают терять товарищей. Правда ромашки в невероятной опасности и лишь чудом они выжили, испустив облако отравы. Теперь вроде стало полегче. Последний расхититель тоже уже не жилец, остался рыбак. Но его настигла быстрая смерть. Это точно не самоуничтожение. Ну что, продолжат ли свои успехи команда Электроблокали? Или на этот раз споткнется? Блокали снова показывает, что сделает всё для победы своей команды. На этот раз он обеспечивает товарищам прикрытие от рыбака. Правда зомби тоже не выкомшиты и для вскрытия защиты у них есть сёрфер с досками в руках. Именно эти гадёныши подошли к Блокали и хорошенько его огрели доской по голове. Теперь дуэт Голубики и Кактуса остался без своей защитной стены. А это значит пришло время купаться. Для Голубики прогулка до воды и вовсе закончилась ударом сёрфера ещё на суше. Кактусу такой расклад не понравился и он решил пересидеть на шествие зомби. А уж потом отправиться купаться. Но и то и другое означает поражение команды. Рыбак дождался, когда Кактус высунулся и утянул его под воду. Верхняя команда не хочет расставаться с лидерством. Ох и качели у нас начались. Наконец-то в раунде с Гаргантюа у нас по-прежнему максимальная интрига, а не бесполезные испытания, как в прошлых битвах. Обе команды нуждаются в победе над Громилами. И даже так в последнем раунде всё ещё будет возможность для выхода вперёд любой из команд. Вот это я понимаю новогодняя битва. Ну а теперь сосредоточимся на непосредственном стражении теневой Грахопульты против двух Гаргов. Тут уже ромашки наполовину зацвели. Первый Гарг вынужден бросить Импа. Но меня не отпускает ощущение того, что они дойдут минимум до Грахопульты. Имп не доставил проблем, а вот Гаргантюа продолжает свою уверенную поступь. Становится реально опасно. И действительно, оба Громилы подошли и один даже нанёс удар. При этом его застанили и убили. А у него забавно отвалилась голова, но челюсть осталась. Это один из известных багов анимации. Наконец-то он попался мне под запись. Ну а пока я болтал, Гархострел уже успел испугаться летящего Импа. Затем вытянулся и теперь снова вынужден спрятаться. Это значит, что Гарг теперь дойдёт до косилок. Хотя Гархострел потом снова вылазил из укрытия, но ненадолго. В общем, не будь он таким осторожным, может быть, один балл ему бы и удалось сохранить. Но этого не произошло. Воспользуется ли Электроблокали очередной сечкой соперников? У них есть шанс захватить лидерство. Для этого им нужно сохранить все три растения. И знаете что? Имея в команде голубику, я думаю, они смогут это сделать. Первого Гарга уже поджарили, а тут ещё и Блокали имеется, который выигрывает пару секунд для созревания атаки голубики. Гаргантюа вынужден простаивать, ожидая, когда прилетит грозовая туча. Голубика вот-вот созреет. В общем, тут реально три балла в копилку команды. Вот и случилась смена лидера. Жесть! Перед финальным раундом отрыв всего полбала. Команде Горохострела нужно удержать все косилки и ждать, что соперник этого сделать не сможет. В полуфиналах спам у нас состоит из конуса головых, но Горохострел третьего уровня должен с ними справиться. По крайней мере, ему чуть-чуть не хватило даже на первом уровне в моём видео о спаме конусов. Плюс здесь ему помогает ромашка и Горохопульта. Пусть вторая, скорее всего, и не лучший помощник в таком испытании, но вот старая тормашки должен существенно облегчить задачу. Хотя к моменту, когда вылетает первое ядовитое облако, от зомби уже почти ничего не осталось. Да, эта команда взяла все пять баллов и вышла вперёд. Нижняя команда для победы должна удержать все косилки. Ну поехали! Зомби появляются, блокали их станет, голубики скачут, а кактус наносит незначительный урон. Первые тучи выкашивают пятёрку зомбарей, но это очень мало, у меня ощущение, что может состояться прорыв по всем пяти полосам. Хотя зомбарям нужно ещё прорваться через стену блокали, который время от времени неплохо так прищемляет нас и мертвякам. Это очень недооценённая способность данного растения. Голубика медленно, но всё-таки перезаряжается и отнимает по пять зомбарей за заход. Жаль, что кактус гораздо слабее своих товарищей и почти не помогает. Мне кажется, что блокали вот-вот будет съеден, хотя он ещё сопротивляется. И зомби-то на самом деле уже не так много, визуально уже больше половины уничтожены. И вот что я ещё заметил. Так как тучки бьют неравномерно по линиям, то на некоторых создаётся существенный дефицит мертвяков. Может быть таким образом удастся реально удержать оборону. Но блокали уже нет ни на одной дорожке. И всё же по центру мертвяки реально очень ослабли. Кактусы уже ныряют, а все голубики перебиты. Центр устоит, но на краях ещё есть конусы на головах зомбари. Пройдут ли они через колючки? Смотрите на эту жесть! Последний зомби с оторванной рукой активирует косилку! Последний, чёрт побери, подранок! Фу! Ну и наверху тоже прорыв. Вы сами всё понимаете. Эта команда героически сражалась, но удержала на две косилки меньше, чем нужно было для победы. Какая же получилась битва? Окончательный счёт 27,5 на 26 баллов в пользу команды Теневой Грохопульты. Это была настоящая новогодняя битва. С упорной борьбой в начале, затем с наметившимся разгромом, невероятным камбэком и качелями до последнего раунда. Ну и такая дикая развязка под самый конец. Это точно одна из лучших битв на канале. В следующую субботу за титул четвёртого чемпиона ПВЗ Дичи сразятся команды Жёлтого Ультамата и команда Теневой Грохопульты. Обе команды будут с растениями шестого уровня. Ну а на сегодня это всё. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, себя поздравляю с днём рождения канала, поддержите его, кстати, лайком. И увидимся в новом году. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!